Ещё остались в Армении граждане Российской Федерации, которые приехали из России в те годы, когда наличие заграничного паспорта не было обязательным для выезда из Федерации. Сегодня эти люди задаются вопросом, как же быть. Получается, что без загранпаспорта пересечь границу не только других стран, но и своей родной никак нельзя. Многие обращаются в загранучреждение РФ за свидетельством на возвращение в Российскую Федерацию. По истечении некоторого срока они вместе со свеженьким свидетельством проходят регистрацию в аэропорту. Вариант получения свидетельства на возвращение в РФ единственно верный, если нужно в короткие сроки оказаться в России. Но истинная цель документа иная. «Я хочу подчеркнуть, что свидетельство на возвращение – это международный документ, была подписана конвенция соответствующая, которую подписали очень много государств. Если, допустим, человек получает свидетельство на возвращение где-нибудь в Испании, в нашем посольстве, то он может проследовать с этим свидетельством через все страны. В загранучреждениях обычно выдается свидетельство на возвращение или въезд в Российскую Федерацию, когда человек теряет свой паспорт». Что делать, если пункт назначения не Российская Федерация, а загранпаспорта всё так же нет? В этом случае просто надо запастись терпением и во избежание лишних затрат на перелёт обратиться в консульский отдел посольства Российской Федерации. После уточнения всех данных и получения ответов на все запросы, вам в течение трёх месяцев выдадут загранпаспорт. Конечно, в определённых случаях ваша заявка на получение заграничного паспорта может быть отклонена. «Отказ оформления заграничного паспорта в ряде случаев. Если человек владеет государственной тайной и допущен к документам, имеющим государственное значение, государственную тайну, то у него есть ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. И он не может поэтому получить паспорт. Если он совершил преступление, находится в заключении, если он, допустим, находится под подозрением, под судом, то, естественно, ему паспорт не выдаётся. Ну, кроме этого, ещё есть положение, которое ограничивает выдачу паспорта. Это лицам, которые, как говорится, состояли раньше в каких-то, может, террористических организациях. Их действия направлены против интересов российского государства». Если у вас нет проблем с законом и никакими государственными тайнами вы не владеете, тогда собираем все нужные документы и в консульство Российской Федерации. А это заявление об оформлении паспорта установленного образца, основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении ребёнка, недостигшего возраста 14 лет, согласие второго родителя, личные фотографии в количестве четырёх штук 35 на 45 миллиметров, а также отдельно на детей, свидетельство о заключении или расторжении брака, справка с места жительства, документы об оплате консульского и иных сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. После выполнения всех пунктов пристегните ремни ожидания и пакуйте чемоданы.